Добрый день всех коллегий, тех, кого мы видим, и тех, кто пока в таких закрытых окошечках. Сегодня мы проводим четвертое заседание республиканского, ну он уже шире, он уже межрегиональный, можно сказать, семинар, который проходит под общим названием «Наука школы. Формирование научного стиля мышления. Ну так назовем, средствами математики». Важную роль играет интеграция математики и информатики, и поэтому сегодняшний доклад Орги Васильевны Кирюшкиной, старшего преподавателя Института цифрового образования Московского городского педуниверситета, очень кстати. В нашей республике есть несколько учителей, которые математики, ну порядка там 20-30, которые очень активно используют цифровые платформы. Вот, ДЭСМОС, скорее всего, ну это используют единицы, скорее всего, и я знаю, что информатики используют чаще ДЭСМОС, чем математики. Вот, поэтому будет интересно посмотреть, как эта программа работает на интересы математики уже на практике, ну и посмотрим, может быть, кто-то заинтересуется из наших коллег, и не только из Северной Осетии, но и извне этой программы. Хочется сказать, что все материалы, которые есть, они выкладываются в Ютубе на странице, на странице семинара «Наука школе», они все в записи есть, за прошлые годы тоже можно будет посмотреть. Мы делаем рассылку и анонсом, и потом уже пост-релизом, по итогам материала размещается на новость, делается на Владикавказском, на сайте Владикавказского научного центра Российской академии наук и Южного математического института, его подразделения. Ну и основная цель нашего семинара – это помочь учителям в работе завлечь какими-то интересными обучающими и платформами в том числе, ну и расширить в том числе кругозор и возможности учителя. Прекрасно понимая, что загруженность учителя очень большая, для того, чтобы новые ресурсы, в том числе цифровые, опробовать, ему нужно, конечно, сначала пройти какие-то, наверное, курсы или курс один для того, чтобы научиться, но, тем не менее, цифровой век нас заставляет это делать. Я благодарю Елену Львовну Мадахаеву за то, что она активно работает теперь вместе с нами по раскрутке еще и этого семинара, зная прекрасно, что у вас большой фронт работы со своими семинарами. Но мы очень надеемся, что через какое-то время мы сможем провести и очный семинар с участием Елены Львовны, ее коллег во Владикавказе, и что возможность вот такого заочного формата, но с одной стороны заочный, с другой стороны уночный, просто дистанционный, она позволит расширить пул преподавателей, практиков, которые активно развивают в том числе и творческую деятельность школьников. Пожалуйста, Ольга Васильевна, вам слово. Елена Львовна, может быть, вы что-то скажете в преддверии? Мне кажется, что вы все уже сказали, и Ольга Васильевна имеет очень большой опыт работы с дистанционными технологиями, она у нас практически ас, и очень много под руководством Ольги Васильевны сделано работы студенческих, и с учителями она работает. И вот как раз сейчас вы сказали, что у вас в Осетии не очень широко работают с Десмос, я думаю, что в этой связи как раз будет очень полезно, когда Ольга Васильевна покажет возможности этой программы. С точки зрения изучения свойств функций, функционально-графический подход, который в принципе в алгебре очень важный при изучении многих тем, я уже не говорю о том, что вот Александр Григорьевич сумел разработать всю линейку, базирующуюся на приоритетности функционально-графического подхода. И думаю, что как раз мы сейчас это увидим. Ольга Васильевна, пожалуйста. Спасибо большое. Итак, я вам хочу сегодня рассказать про работу в виртуальной математической лаборатории, которая называется Десмос. Три основных виртуальных математических лаборатории, которые сейчас активно используются в школе, это геогебра, математический конструктор, это 1С наши ребята делали, да, и вот Десмос. Десмос самый простой. Геогебра очень интересна для геометрии, там очень много всяких геометрических инструментов, и как геометрический блокнот геогебра просто незаменима, нет ничего лучше. А вот когда мы работаем на уроках алгебры, то Десмос самое простое в освоении, тоже бесплатная компьютерная среда, то есть мы можем быстренько включить, войти в интернет, если у нас в классе есть компьютер с проектором или электронная доска, то, в общем, работа в Десмосе, ну, какие-то элементарные виды работы в Десмосе, они даже и не требуют никакой особой подготовки. Я вам немножечко что-то сегодня покажу и расскажу, плюс к этому я скинула свою презентацию, и, ну, такой справочник начальный по Десмосу скинула в файлы этого вебинара, вы можете себе скачать, и вам этого будет достаточно для того, чтобы, в общем, какие-то, ну, самые простые вещи в Десмосе делать, а есть еще много всяких интересных, сложных и глубоких функций, это если есть, вдруг найдется время, я понимаю, что у нас ни у кого его нет, но если вдруг найдется время и желание, то можно просто в Ютубе, набрав слово Десмос, получить много-много-много видеороликов про применение какие-то более сложные и хитрые. Я хочу рассказать, у нас много разных интересных вещей, у нас есть лабораторные работы в среде Десмос, у нас есть решение задач с параметрами в среде Десмос, и у нас есть творческие работы в среде Десмос. Я преподаю в институте математический анализ и немножечко методические курсы, такие практикоориентированные и как-то связанные с математическим анализом, ну, это вот может быть изучение функциональной линии в школьном курсе, это может быть текстовые задачи, приложение дифференциального интегрального исчисления, вот такие вещи. И в начале первого курса мы с ребятами немножко повторяем и обобщаем школьный материал. И как раз вот здесь я использую творческие, ну, то есть мои ребята используют творческие работы для того, чтобы обобщить и систематизировать свои школьные знания о функциях. Вот. А потом они приучаются работать в Десмосе, и когда наши студенты выходят на практику в школу, и когда они заканчивают институт, и идут работать учителями в школе, они вот по отзывам мне многие-многие говорили, что они очень активно используют Десмос, потому что он прост, удобен, вот, и тоже делают вот творческие работы со своими учениками, и просто исследуют функцию на уроке, что тоже полезно. Значит, ну вот вы видите ту картиночку прямо на обложке моей презентации, картиночку, нарисованную графиками функций в Десмосе. То есть тут ни одна линия не нарисована рукой. Это все уравнение или неравенство, чтобы закрасить области. Ну, такая забавная картиночка. И, собственно, возникает вопрос, а зачем рисовать картиночки графиками функций в Десмосе, если в этом какой-то, ну, педагогический, да, дидактический смысл. Поэтому прежде чем рассказывать, как рисуются картиночки в Десмосе, я постараюсь рассказать, зачем мы этим занимаемся. И, собственно, об этом сначала зачем, а потом как. Итак, зачем? Вы, конечно, знаете, что функция – это отображение, при котором из каждого элемента числового множества х, если мы берем числовые функции, каждому элементу из множества х соответствует единственный элемент из множества у, из множества действительных чисел. Соответствие. Да, это, в общем, довольно сложное определение. Когда мы работаем с седьмым, восьмым классом, то мы стараемся использовать, говорить о конкретных функциях, о линейной функции, о квадратичной функции, не очень, не очень упирая на вот это формальное отображение, потому что функция – вот это какое-то эфемерное соответствие, которое, ну, дай бог, чтобы в десятом классе было понятно, на первом курсе было понятно. Младший класс его заучивают, но мало кто понимает. Даже на первом курсе у меня приходят ребята, они определение знают, но смысла этого определения не понимают. То есть функция сложная и достаточно такое эфемерное понятие, как ее в руках-то подержать, что это такое функция. Там уравнение, неравенство, дроби – это мы понимаем, это мы можем на кончике пера посмотреть. С функцией достаточно сложно, а ведь понятие функции, оно является одним из стержневых понятий школьного курса математики. Причем функция у нас выступает в двух ипостасях. У нас функция может выступать сначала, собственно, и выступает, как предмет изучения, а что такое функция, а какие виды бывают, а какие свойства бывают. А потом уже функция как инструмент, инструмент познания. Мы функцию применяем, ну, например, для графического решения уравнений, неравенств, там, для решения задач с параметрами графическим или аналитикографическим методом. Итак, функция – сложное понятие, и функция у нас выступает как объект изучения и как предмет изучения, и как объект изучения, извините, и как инструмент познания. Значит, как объект изучения, какие базовые вещи. Во-первых, мы должны понять, как эта функция, что это такое, как она выглядит, как-то ее визуализировать. И отсюда у нас способы задания функции. Как увидеть это соответствие, формулой, графиком, чтобы мы могли понять, что это такое. Какие виды функции бывают. И как каждый раз мы там изучаем, ну, я не знаю, линейную, квадратичную, степенную, тригонометрические функции, от класса к классу, вот этот набор видов функций у нас становится все больше и больше, и потихонечку расширяются наши представления о свойствах функций. Потому что, ну, понятно, что периодичность имеет смысл изучать, когда мы дошли до тригонометрии, а, допустим, четность, когда мы дошли до степенной функции. Да, поэтому наше представление о свойствах тоже расширяются. Вот, собственно, три кита, на которых мы опираемся, когда рассматриваем функцию, изучаем функцию, изучаем как объект. Теперь функция как инструмент познания. Мы изучили какие-то виды функций. Мы знаем их свойства, мы умеем строить их графики. Для чего мы это все учили? Ну, наверное, для того, чтобы использовать функции. Это мощный и интересный инструмент. Функция, графики функции помогают нам решать уравнение, неравенство системы, и, кроме того, мы можем использовать функции как математические модели каких-то процессов. То есть вот это наше сейчас очень важное направление. Функциональная грамотность, практика ориентированной задачи. Когда мы применяем наш математический аппарат к какой-то практике. То есть мы можем построить график движения какого-то объекта. Мы можем решать в старших классах задачи на оптимизацию, близкие моему сердцу, как преподавателю математического анализа. Когда мы описываем функции какую-то зависимость, находим наибольшее или наименьшее значение этой функции на интервале, и отсюда делаем вывод о стратегии нашего действия. Как найти там, я не знаю, наибольшую площадь или наименьший периметр. Значит, вот практика ориентированной задачи тоже важное направление. И так у нас функция выступает и как объект изучения, и как в дальнейшем инструмент познания. И как мы говорили, самое начало, вот у нас есть функция, как мы ее можем визуализировать. Самое начало. Как увидеть функцию. У нас есть, собственно, три базовых варианта. Мы можем написать формулу. Это замечательно, это прекрасно. С помощью формулы для каждого х мы находим свой у. Вот у нас правило, по которому мы устанавливаем это соответствие. Мы даже можем составить таблицу для каких-то конкретных х, посчитать конкретные значения у, но ни формула, ни таблица нам не дают полного представления о свойствах функции. График в этом смысле, безусловно, самая информативная форма, нехорошо, самый информативный вид или способ задания функции. И, конечно, когда мы первый раз сталкиваемся с каким-то новым видом функции, мы идем от формулы, от формулы через таблицу к графику. Мы немножечко обманываем детей, потому что мы строим некоторые точки, координаты которых мы вычислили, а потом плавно соединяем эти точки линии и говорим, ну, если, ребята, для каждого числа можно посчитать квадрат этого числа, и вот все эти квадраты чисел, они у нас выстроятся по вот такой замечательной кривой, которая называется параболой. Но мы по-другому не можем действовать, потому что в школе мы не изучаем непрерывность на языке пределов, то есть это еще инструмент детям в школе недоступный, поэтому приходится немножечко вот в это играть. Но, по крайней мере, когда мы построили какие-то точки, ребята увидели примерно кривую, которая вырисовывается из этих точек, да, ввели и получили, все равно это дает некоторое представление о графике функций. И в этом смысле, если мы еще этот график потом построим в Десмосе, ну, в каком-то графическом калькуляторе, то это у нас получится такое дополнительное подтверждение, что да, так вот этой формуле соответствует вот такой график. Когда мы строим, то есть построение графика функции, это очень важный практический навык, и это, ну, собственно, ключевой наш первый этап знакомства с функцией. Мы визуализируем функцию посредством графика. И здесь у нас есть три уровня. Ну, вот я ребятам предлагаю такую игровую версию в нашем серьезном деле. Иногда бывает полезно немножко поиграть. И я ребятам, своим студентам рассказываю, что у нас есть три уровня освоения графика функций. Уровень новичок, уровень мастер и уровень эксперт. Уровень новичок – это построение по точкам. То есть, когда мы составляем таблицу, по таблице рисуем. Это очень важный уровень. Он обязательно должен быть на начальном этапе, когда мы только-только сталкиваемся с новой функцией. То есть, нельзя сразу бежать в десмосе строить, потому что ребенок должен на кончиках пальцев почувствовать, как выглядит эта кривая. При всей моей любви к компьютерным технологиям я всегда стараюсь с ребятами построить что-то вручную сначала, да, и даже подвигать графики сначала вручную, чтобы мы взяли какие-то, вот у нас параболы, там какие-то пять ключевых точек, и вот мы эти точки перемещаем, растягиваем, сжимаем, чтобы мы, опять же, на кончиках пальцев почувствовали, что это за график, как он преобразуется с помощью каких-то, значит, ну, параллельный перенос, там, растяжение, сжатие, да, с помощью каких-то преобразований. Вот. И вот второй уровень. Когда мы уже понимаем, как выглядит график, мы его прочувствовали на кончиках пальцев, мы можем переходить к уровню мастер, и это на самом деле уровень, на котором большинство графиков школьных и очень многие графики для функций для студентов первого курса строятся именно этим способом. То есть, когда у нас есть элементарные какие-то функции, ну, это у нас, собственно, степенная функция во всех ее ипостасях, там параболы, гиперболы, корни, это тригонометрические функции, логарифмическое показательное и обратные тригонометрические функции. В общем, у нас такой, не такой уж большой набор, и если мы с этими эталонными графиками хорошо поработали, и ребята их помнят, то дальше мы можем много-много разных графиков функций строить с помощью преобразований этих самых графиков элементарных функций. Но, к сожалению, часто на это не хватает времени, и как-то вот у меня ребята, когда приходят на первый курс института, очень многие строят либо по точкам, либо с помощью производной. Ну, куда гиперболу, параболу сразу производят? Ну, из пушки по воробьям, да? Вот. А прямо вот честно берут производную, экстремум, вершину параболы находят так, экстремум, такое тоже бывает. Вот. Конечно, вот это третий уровень эксперт, что он нам важен, ну, где-то в 10-11 классе он нам важен, когда мы исследуем функцию с помощью производной. И здесь имеет смысл какие-то хитрые, сложные функции. Например, дробно-рациональную функцию как раз очень интересно исследовать с помощью производной, когда там какие-то вертикальные симптомы, и действительно, Бог его знает, где эти экстремумы беспроизводные не найдешь. Да? Вот. Но это разные особые случаи. Или там вот как раз в задачах на оптимизацию там бывают такие хитрые функции, когда мы геометрией применяем задачу на оптимизацию, и там может быть, ну, такая непростая функция, что-нибудь и дробно-рациональное, да еще с корнями. И, конечно, здесь производная нам прям в помощь. Вот. Но это случай... Извините, у меня тут кошка ходит, отвлекает немножко. Вот. Тоже хочет послушать. Вот. Значит, сегодня мы поговорим как раз вот про этот самый средний уровень, уровень мастер. Он является очень важным. То есть, собственно, для большинства случаев он у нас ключевой. Я при изучении математического анализа очень часто предлагаю в качестве примеров там какие-то функции. Вот такой предел, сякой предел, да что-то там с производной, не с производной. И здесь мне важно, чтобы ребята очень быстро могли мысленно представить там, я не знаю, что такое два арктангенса, да, как будет график выглядеть, если два арктангенса. Или когда мы говорим про гармонические колебания, чтобы они мысленно могли преобразовать эту синусоиду, понять, что там с амплитудой, и что там, значит, происходит с периодом, как у нас этот синус, как гармошка там сжимается, расширяется, да. Вот. Значит, и вот на отработку этого навыка как раз и нацелены наши творческие работы. Не просто красивую картиночку нарисовать и порадоваться, да, как арт-терапия, но совместить приятное с полезным. Закрепить навык преобразования графика функций. А поначалу мы, конечно, с ребятами повторяем. Что повторяем? Во-первых, какие основные элементарные функции существуют. Ну вот я тут шпаргалочку из интернета взяла. Вот. То есть функции, о которых я уже говорила. Степенная, логарифмическая, показательная, тригонометрические, обратные тригонометрические. Мы вспоминаем эталонные графики, строим их по точкам и учимся простым преобразованием этих графиков, чтобы график перенести, построить, преобразовать на клетчатые бумаги. Обычно, ну, достаточно там три-пять точек. Если это логарифмическая или показательная функция, то мы обычно берем три точки и асимптуру. И их двигаем, растягиваем, сжимаем. Вот. Чтобы ребята, опять же, руками попробовали, как это куда двигается. И когда мы уже попробовали, вспомнили, как выглядят эталонные графики, попробовали их двигать. И держим под рукой шпаргалку с преобразованиями графиков функций. То есть, когда они у меня рисуют вот эти вот картиночки в Десмосе, у них эта шпаргалочка пока под рукой, чтобы для них, ну, это не было такой прям зачетной-зачетной работой, что там двойку получишь, да, а чтобы это была такая творческая работа, и они всегда могут подглядеть, как им сделать, если им надо туда сдвинуть, сюда сдвинуть, растянуть. Вот у нас, ну, какие у нас есть преобразования графиков функций. У нас есть симметрия относительно оси, симметрия относительно начала координат, параллельный перенос по вертикали, по горизонтали, растяжение сжатия по вертикали, по горизонтали, модульные графики, когда модуль накладывается на всю функцию, и функция становится положительной при всех х, то есть то, что было в нижней полуплоскости отражается в верхнюю, а что было в верхней, остается как было, потому что оно и так положительное. И если у нас модуль накладывается на аргумент, то функция становится четной, потому что для отрицательных х будут те же значения, что и для положительных, и функция обретает симметрию. То есть у нас положительная веточка из правой полуплоскости отображается в левую, а веточка из левой полуплоскости просто пропадает. Вот. Ну и здесь вот опять же шпаргалочки взятые из интернета, еще предлагается построение графиков взаимнообратных функций относительно прямой у равно х, но в принципе тоже это можно рассматривать как преобразование. Действительно, показательно, логарифмически, вот они симметричны друг к дружке относительно прямой у равно х. Итак, мы повторили эталонные графики. Мы повторили и попробовали руками сначала преобразование графиков функций. Дальше мы немножечко работаем на занятии, прямо во время практического занятия по математическому анализу, люди там, ребята мои, у студентов в школе на уроке с ребятами, работают в ДЭСМОСе, осваивают ДЭСМОС. Значит, что такое ДЭСМОС? ДЭСМОС – это графический калькулятор, ну, можно еще сказать, что виртуальная математическая лаборатория, в которой можно строить графики. То есть мы набираем формулу, компьютер за нас строит график. ДЭСМОС есть в интернете, то есть как онлайн-калькулятор. Мы зашли в интернет, набрали слово ДЭСМОС и получили готовое поле для деятельности. Или мы можем скачать себе этот ДЭСМОС на телефончик, на планшетик. Некоторая разница в использовании есть. Значит, нам для работы нужен онлайн-калькулятор, то есть нам надо заходить через интернет. Я потом чуть позже скажу. Мобильные приложения ДЭСМОСа тоже можно использовать. Ну, значит, область применения я потом скажу. Почему именно ДЭСМОС? Дело в том, что в ДЭСМОСе, во-первых, легко и быстро понять, как строить графики, и, во-вторых, легко и быстро понять, как строить график на интервале. То есть вот то, что у Александра Григорьевича Марковича называется кусочная функция, кусочно-непрерывная функция. Вот мы с вами видим картиночку, зонтик, составленный из парабол. То есть это, пожалуйста, в восьмом классе дети в конце урока просто в качестве закрепления, преобразования параболы могут каждый себе... Ну, например, если у них там есть... Если им разрешить в этот момент пользоваться телефонами и планшетами, что сейчас не очень приветствуются, но в какие-то моменты в качестве лабораторной работы, почему нет, мы можем детям предложить нарисовать вот такой зонтик в ДЭСМОСе на своем телефончике, на своем планшетике, или можно просто на доске. То есть мы можем все хором, фронтально обсудить, как построить такую параболу, сякую параболу и повторить эту картиночку на учительском компьютере, обсуждая хором, как из парабол собрать зонтик. И здесь мы видим, на самом деле, тут рядышком слева написаны формулы, с помощью которых этот зонтик был построен. То есть у нас есть одна большая парабола с коэффициентом минус одна четверть, ну, там сдвинутая куда-то, да, координаты вершины минус 5,6, минус 5,6, да. Есть три параболы одинаковой формы, маленькие, которые у нас создают вот эту нижнюю часть зонтика. Это все параболы с коэффициентом минус единицы, деленное на полтора. Вот, и они, соответственно, относительно друг друга немножко сдвинуты, они все на высоте 4,9, и чуть-чуть по горизонтали сдвинуты, чтобы у нас получилась вот эта вот нижняя часть зонта. Дальше у нас есть вертикаль, и у нас есть еще кусочек параболы. Тут нарочно все разными цветами сделано, чтобы мы могли установить соответствие между нарисованной параболой и формулой этой параболы с создающей. Вот, так-то можно сделать там какого угодно цвета. Там зонтик одного цвета, палочку другого цвета. Это фантазия разная может быть. Вот, и здесь просто чисто функционально, чтобы мы могли понять, какая формула, какой график. Вот, и что я хочу вам показать, вот вы видите формулу, мы просто вбиваем формулу, причем в Десмосе есть своя встроенная клавиатура, в которой мы это набиваем привычным образом. То есть нам не надо какой-то специальный язык, там, когда мы вместо х квадрат пишем х крышечка квадрат. Вот, здесь нормальный, привычный нам способ записи. А если нам надо ограничить, например, нам верхнюю часть параболы нужно было ограничить, чтобы у нас парабола была не бесконечной ветвью вниз, а ограничить, ну, вот тут до 4,5. То есть от 6 до 4,5. И вот здесь просто написано, что у больше либо равен 4,5. Ну, а больше 6 он не может быть, потому что у него вершина у равно 6. Вот, если нам нужно, допустим, вот вертикаль, да, ограничить и сверху, и снизу, то вот мы, пожалуйста, пишем двойным неравенством. Причем, заметьте, просто в фигурных скобочках набрать границы. Границы х или границы у. То есть не надо тоже специально выучивать какие-то сложные, там, я не знаю, программные команды, да. Просто записали уравнение и рядом без пробелов, фигурных скобочков записали, какие у нас границы по х, какие границы по у, если они нам нужны. Вот. Вот такая, в общем, довольно просто, можно буквально там минут, не знаю, за 15-20 нарисовать такой замечательный зонтик. И тем самым закрепить творческий параллельный перенос парабол и коэффициент а для параболы ах квадрат. Да, потому что шире, уже, ветвый вверх, ветвый вниз. Вот тут это все у нас работает. И если у ребенка, ну, начальные навыки мы сформировали, то здесь он как раз применяет осмысленно, применяет творческий, и может еще к этому зонтику что-нибудь еще пририсовать, например, человечка. Да, если есть время. Значит, для освоения десмоса на начальном этапе мы... Ну, вот такое простенькое задание, какая-то часть практического занятия у меня уходит. Мы с ребятами просто хором под диктовку рисуем вот этого человечка, обсуждая, какими уравнениями он задается. То есть вот здесь у нас видны формулы, как этот человечек построен. А я эти формулы закрываю, делаю невидимыми. Вот, показываю ребятам этого человечка, и мы обсуждаем, как его собрать. Вот. Ну, и где-то, в общем, минут за, опять же, за 20, наверное, мы успеваем его собрать. Дальше. Ну, понятно, у нас уравнение окружности. Чтобы была внутренняя область залита, то мы берем не уравнение, а неравенство, и мы получаем круг. Опять же, туловище – это у нас парабола. Чтобы внутренняя область параболы была залита, мы берем неравенство, у меньше, чтобы у нас была залита область ниже параболы. Ограничиваем эту параболу снизу, чтобы у нас не получилось бесконечно вниз туловище. Ручки вот тоже сделаны, на самом деле, из параболы. Просто мы берем два кусочка. Видите, это одна и та же парабола. 0,1х квадрат плюс 4. И просто мы ограничиваем эту параболу двумя интервалами по х. То есть просто в фигурных скобочках после уравнения я опишу, что х в одном случае от минус 3 до минус 1, а в другом из соображений симметрии – это 1 до 3. Дальше мы нарисовали такого человечка, но ребята рисуют его у себя в телефончиках, в планшетиках. И дальше я им предлагаю что-нибудь этому человечку пририсовать. То есть они могут, я не знаю, шляпу, что еще, флажок какой-нибудь в руке, шарик, кто-то там волны делает, что у человечек купается. В общем, дальше немножко им для собственного творчества. Они уже знают все функции, графики. И находят возможность. То есть для освоения начального, для начального этапа работы в Десмосе вот лично я использую такой прием. Мы вместе рисуем человечка. Дальше они к этому человечку что-то такое пририсовывают. Но мы это делаем уже после того, как они освоили вручную основные элементарные функции талонные, основные преобразования графиков функций. И прежде чем рисовать человечка, я им рассказываю, что впереди их ждет творческая, лабораторная, домашняя работа на неделю или на две недели. Обычно в дневном отделении я даю на эту неделю, а вечерником две недели, потому что они еще работают и учатся, и у них там сложнее со временем. И они, как правило, с удовольствием рисуют. Сейчас я немножко расскажу про Десмос, а потом покажу работы наших ребят. Итак, значит, Десмос. Как найти графический калькулятор Десмос? Вы в любом поисковике просто набираете вот это слово Десмос, и вам выпадает много-много ссылочек. Вы по первой ссылочке идете, и у нас там есть Десмос геометрический, Десмос 3D и Десмос графический калькулятор. Нам нужен графический калькулятор. Или можете щелкнуть по ссылочке, вот по этой крупной синей ссылочке, desmos.com. Вот. Это как раз Десмос, который есть в интернете. Если вы делаете какую-то работу, которую вы хотите потом открыть во время занятия, допустим, вы подготовили урок, у вас к этому уроку презентация, и в конце урока вы хотите открыть какую-то заготовку, которую вы с ребятами будете потом дорисовывать, обсуждая, то вы рисуете эту заготовку на сайте desmos.com, только там надо тогда как-то авторизироваться. Не обязательно писать прям ваше имя, можно какой-нибудь, то есть это не принципиально, там не требуются данные паспорта. Вот. Просто как-нибудь себя назвать, чтобы все, что вы нарисуете, вы могли сохранить. И дальше вы просто ссылочку в адресную строчку браузера вы копируете и вставляете в свою презентацию. И если вы из презентации щелкните по этой ссылочке, у вас на электронной доске или на учительском компьютере откроется вот эта вот онлайн страничка desmos с вашей заготовочкой. Вот. То есть, чтобы мы могли куда-то переслать картиночку, нам нужно обязательно ее рисовать в онлайн-калькуляторе, то есть в интернете, в интернете, когда мы desmos открываем через браузер. Если вы даете ребятам какое-то домашнее задание, чтобы они что-то нарисовали, или вот что-то типа лабораторный, или, может быть, у вас какая-то проектная там деятельность, что-то такое более сложное. Вот у меня, например, есть девочка, которая, ну, наша студентка, которая со своими учениками рисует всякие архитектурные сооружения с помощью desmos. И это девятый класс, то есть там достаточно вот параболу, гипербол, вертикали, горизонтали. А они нарисовали купол Исаакиевского собора, например. Ну, там не только купол, а еще какую-то часть. Вот. Очень красивая картиночка получилась. Вот. То есть вот такая связь математики-архитектуры проектной деятельности. Ребята, конечно, это долго рисуются. Это не за, не за, там, не за один день. Сели, порисовали, в другой день пришли, сели, порисовали. Вот. То есть, значит, если вы хотите какую-то ссылку потом, хотите потом какую-то ссылку кому-то переслать, чтобы люди открыли и посмотрели, или если вы хотите, чтобы ваши ученики прислали вам работу на проверку, на просмотр, то тогда это надо обязательно рисовать в интернете, на сайте desmos.com при этом надо в Desmos авторизироваться. То есть, вы там регистрируетесь и ваши ученики там регистрируются, не обязательно писать свое настоящее имя. Опять же, это важно. Вот. Если же ваши ученики хотят просто потренироваться, или вы делаете какую-то работу на уроке, и они вам могут просто вот телефончик предъявить, вот я нарисовал, то они могут поставить программу Desmos как мобильное приложение. Вот. Его можно бесплатно тоже устанавливается и онлайн бесплатно, и мобильное приложение Desmos тоже бесплатно на калькулятор просто, ну, через там Google Play или ну, у кого через что там, да, устанавливается. Можно найти бесплатное приложение Desmos, установить на телефон, и там ребенок может точно так же вот это все подбирать, строить, и вы себе там на планшетике тоже можете подбирать, строить, так прикидку какую-то делать, допустим, да, но то, что вы создали в мобильном приложении, вы не сможете никому переслать. Вы сможете просто показать экрана монитора или отсканировать, ну, как, сделать скрин экрана, да, и переслать этот скрин экрана. Ну, тоже так вот мне кто-то из ребят присылал так работу. Вот. Значит, и так у нас Десмос, в Десмос можно через интернет войти, можно через мобильное приложение, онлайн-калькулятор, то есть через интернет нам важен тогда, когда мы хотим потом поделиться этой картинкой с кем-то. Вы с учениками или ученики с вами. Вот, причем Десмос есть на русском языке, он есть на многих языках, в том числе на русском, то есть это, ну, такая, получается, дружественная среда, то есть нам не надо там разбираться, переводить с английского, с испанского, все понятно. Вот, и у Десмос еще много разных других возможностей, я тут кое-что перечислила, то есть есть куда дальше осваивать. Можно строить параметрические функции, можно строить функции полярных координатов, можно строить график функции и график ее производной, сравнивать, кто как себя ведет, то есть там можно всякие интересные тоже дополнительные варианты, вот, то есть есть куда дальше копать, я вот про что, да, вот, но мы начинаем прямо вот с самого-самого, с самого вкусного, с рисования в Десмосе. и так, в общем, я сейчас попыталась объяснить, какова разница между Десмосом в интернете и Десмосом в мобильном приложении. Вот, нам, естественно, если мы сегодня будем что-то строить, нам, наверное, тоже просто, вот, либо вы скачиваете мою презентацию в файлах и щелкаете по ссылочке desmos.com, вот, либо вы просто набираете Desmos, ну, в каком-нибудь там, Яндекс-поисковике или Google и выбираете Desmos-графический калькулятор. Не геометрический, не 3D, а именно Desmos-графический калькулятор. Ну, и на то же самое попадаете. Так, и вот теперь я вам хочу представить несколько практических работ, которые для разных классов разработала, ну, или сама разработала, или сделала по аналогии просто свою картиночку. Наша студентка Аня Еременко, это ее была дипломная работа собственно изучение свойств функций с помощью творческих заданий в Сигде Desmos. Тут такие небольшие задания, это как раз заготовочки учителя и вот что в результате получается. Например, переход от уравнения к неравенствам. Вот у нас есть контурный рисунок, и ребята должны этот контурный рисунок закрасить, поменяв уравнение на неравенство. То есть тут на самом деле учитель уже все формулы загнал, и ребятам надо только сообразить, какой знак поставить, у больше или у меньше. Потому что там, где у нас горы, там у должен быть меньше, чтобы мы закрасили нижнюю полуплоскость, а там, где у нас облака, там где-то должно быть больше, где-то меньше. А чтобы у нас солнышко было закрашено внутри, значит, нам у нас радиус должен быть меньше R квадрата. Не знаю, какой у меня тут R, не вижу, очень мелко, без очков не вижу. Вот. Значит, вот такой переход от уравнения к неравенству. Следующая картинка это преобразование квадратного корня. То есть параллельный перенос, растяжение, сжатие, симметрия квадратного корня. Нарисована половина бабочки. ребята должны нарисовать вторую половину. Это делалось прямо на уроке. Это такая была, ну, конфетка такая в конце урока. Вот мы работали, ну, мы, в смысле, Аня работала с графиками квадратного корня. Вот. И дальше в конце она открывает вот такую картиночку и ребята должны сообразить, какими графиками эту картиночку дополнить, чтобы получилась бабочка целиком. Вот. И они просто выдвигали гипотезы, да, вот, они, значит, ну, вот, человек просто подходил, да, и набирал, ну, у них там была электронная доска, вот, и просто на электронной доске открыли через интернет Десмос, вот, открыли эту ссылочку, и ребята просто достраивали, вот, один человек вышел, построил там одну линию, другой вышел, построил другую линию, и коллективно получили такую замечательную бабочку. Вот. А можно дать такое в качестве домашнего задания, ребятам прислать полбабочки, и чтобы они ее дорисовали. Ну, тоже как вариант быть. То есть, как фронтальная работа, или как домашняя работа, закрепление, преобразование графика функции. Здесь симметрия и растяжение сжатия, корни из х. Это задание на уравнение окружности. Значит, изначальная картинка, веточка отдельно, ягодки отдельно. Задание прикрепить ягодки на веточки, а для этого ребята должны правильно сориентироваться, как задать координаты центра окружности, и вот они могут поменять радиус на свое усмотрение. Значит, у кого-то конфетка, ягодка подросла за время работы. Вот, на такое практическое задание, творческое, на уравнение окружности. Центр и радиус. Это задание на параллельный перенос парабол. То есть, здесь у нас квадратичная функция. Все формулы, вот они тут в папочках. Вот, то есть, я вам потом покажу, там можно в одну папку положить несколько формул сразу, да, и чтобы ребята не путались, вот, допустим, у нас там голова, пожалуйста, руки. Вот, в каждой папочке лежат соответствующие формулы. Вот, и они, ну, пока кривые все разбросаны таким образом, а ученик должен из этого собрать человечка и собрать вот тот самый зонтик. То есть, вначале я вам показывала зонтик, это как раз из этой лабораторной работы уже собранный зонтик. Вот, значит, здесь, ну, это такая не очень простая работа, потому что это все надо как-то совместить. Тут только движение, то есть, тут не надо растягивать, сжимать, только параллельный перенос, но это требует времени. Тоже можно, как в конце уроки, или как кусок какой-то лабораторной работы, там придумать еще какие-то задания, допустим. Ну, можно, допустим, они делают человечка, а потом они к этому человечку еще сами от себя что-то дорисовывают. Обычно им такое нравится, чтобы какую-то часть они выполнили задание, и дальше у них там есть творческий момент еще. вот, это такие небольшие фрагменты, которые мы можем вставить в обычный урок, если у нас есть презентация, и мы в презентацию добавляем ссылку, ну, или хотя бы просто документ со ссылками, чтобы мы могли во время урока открыть, щелкнуть и получить ссылочку на значит, ссылочку на вот эту вот работу. Вот, теперь я вам хочу показать работы, которые сделали наши студенты. Это большие лабораторные работы по итогу значит темы преобразования графика функции. Это прям зачетная работа по теме преобразования графика функции. Ребята получают конкретные баллы. Конкретные баллы они получают, во-первых, за то, что они используют много разных типов графики функций многих разных типов, то есть не только параболы и окружности. Дальше они с помощью параметров, которые заданы, буквенные параметры, нечисленные, какие-то коэффициенты заданы буквами, и там можно изменение вот этих буквенных параметров зафиксировать, и там тогда можно сделать анимацию, то есть какое-то движение. Вот, значит, наличие анимации, потому что это тогда тоже еще более хитрая история, то есть ребенок должен не просто понимать, куда сдвинуть график, но и какой параметр, в каких границах задать, чтобы у него, ну, его объекты как-то, в общем, перемещались по поверхности, а при этом осмысленно перемещались по поверхности, да, вот, то есть это тоже преобразование графиков, но чуть более сложное, и плюс это пропедевтика как раз решения уравнений и неравен с параметрами, вот, сейчас я, ну, собственно, вот я щелкаю на ссылочку, и сейчас у меня через какое-то время загрузится картиночка, это, значит, я хочу показать работы, которые победили, значит, получили приз зрительских симпатий, кроме того, что ребята получают чисто техническую оценку от меня, у нас еще есть приз зрительских симпатий, это обычно, сейчас я сниму блокировку, вот, это обычно мы даем ссылочки на свежие работы студентам второго курса, которые такое в прошлом году делали, ну, каким-то преподавателям, и еще я знакомых художников прошу отследить, для, для, так, как-то, для солидности, да, вот, и наиболее интересные работы, значит, еще получают первое, второе, третье место, вот, ну, вот, например, такая картиночка поздняя осень, все нарисовано графиками функций, обратите внимание, вот мы видим веточку, веточка сделана из квадратных корней, вот мы видим тут уравнение квадратных корней, если я сейчас щелкну по цветному кругу, вот у меня веточка, видите, стала невидимой, то есть я таким образом могу включать и выключать график, вот, пожалуйста, то есть мы видим, вот это у нас первый график, вот у нас второй график, вот у нас третий график, вот, если вы внимательно посмотрите на занавески, которые как бы колышутся ветром, то занавески сделаны из кубических парабол, вот видите, тут как раз точка перегиба видна, вот она, вот, и вот эти прозрачные занавесочки, они тоже, если вот сейчас мы посмотрим, вот она приближается, и тут кубическая парабола идет вверх-вниз, вот, то есть мы меняем параметр, вот, это, значит, получается такая, такая вот красота, значит, это у нас Зоя, студентка по имени Зоя, сделал такую красивую картинку, и обратите внимание, здесь много разных интересных цветов, а в Десмосе стандартных цветов всего пять, конечно, там нет никакого фиолетового, а, кстати, еще вот я хотела обратить внимание на вазу, посмотрите, ваза для фруктов сделана, парабола опирается на гиперболу, да, видите, то есть вот человек и как бы эстетически подошел к этому делу и применил графики функций, вот, то есть вот собрал красивую вазу для фруктов, получилось эстетично. В Десмосе также просто, можно добавить цвета, нужные нам цвета, ну вот, сейчас я вот найду, вот она добавляла цвета, значит, цвета добавляются в формате RGB и здесь для того, чтобы добавить цвет в палитру, мы просто берем и какой-то переменной какой-то букве параметру, мы придаем значение, просто пишем там, допустим, C равно RGB и в круглых скобочках через запятую пишем три числа, которыми этот цвет задается, которыми этот цвет задается в таблицах формата RGB. Ссылку, ну, в принципе, таблицы формата RGB можно просто в интернете найти, там, если наберете цвета RGB, то там выскочит 100-500 разных таблиц, вот, но я в конце презентации дала ссылку на онлайн таблицу RGB, и мы ее откроем и посмотрим, где там эти числа, то есть нужно найти, взять таблицу RGB, выбрать цвет, какой вы хотите, запомнить, какие три координаты этот цвет задают, и в Десмосе просто написать, что число там буква С равно RGB с этими координатами, и все, и у вас будет этот цвет, вот, но так, чтобы не использовать много разных букв, вот здесь вот Зоя использовала одну букву С, но с разными индексами, индекс тоже можно взять из Десмос, этой самой, ну, из встроенной клавиатуры Десмоса, виртуальной клавиатуры Десмоса, то есть там тоже просто мы выбираем там же и нижний индекс, вот, сейчас я попробую, ну, я уже открыла Десмос, да, поэтому, чтобы мы не ждали, когда все загрузится, я вам еще несколько работ покажу, они у меня тут сохранены, вот мне ребята прислали работы, то, что мне понравилось, я беру, допустим, и скачиваю, и просто сохраняю себе, вот, допустим, котик у нас есть такой вот, сытый котик, называется работа, так, сейчас я блокировала область, чтобы, вот, посмотрите, какой там котик, интересно, сделан хвост, вы посмотрите, какая задумка, вот, то есть, человек, значит, это девочка Саша, студентка вечернего отделения, она сейчас учится на первом курсе, очень хочет быть учителем математики, и мы ей этого желаем, вот, и уже вот она придумала синусоиду, у нее тут две синусоиды, да, закрашена область между двумя синусоидами, и меняется параметр, который с этими синусоидами связан, я так понимаю, это параметр П, а нет, параметр П, это усы зависит, видите, я выключила, выключила параметр, и усы не движутся, сейчас включу параметр, вот, значит, параболы, которыми заданы усы, зависят от параметра П, и вот мы тут видим наверху, она сделала такие бледно-розовые какие-то бледно-розовые эти усы, вот, у нас целая куча раз, два, три, четыре, пять, шесть уравнений для параболы, и для всех парабол у нас есть параметр минус П, то есть, когда мы включаем параметр движения параметра П, у нас эти усы двигаются вправо-влево, но так как эти параболы заданы на каком-то интервале, нам кажется, что парабола едет вверх-вниз, да, а на самом деле это она чуть-чуть сдвигается туда-сюда, вот, то есть вершина параболы меняется, и мы видим, что вот с усами такое происходит, причем все, все шесть усиков завязаны на один тот же параметр, вот, поэтому двигается одновременно, так, а про хвост, ну, значит, где-то тут еще должно такое бегать, тело, наверное, хвост, она, наверное, к телу отнесла, вот тут какие-то параметры бегают, вот, да, вот тут какие-то синусы, косинусы, В, К, ну, давайте я попробую параметр В остановить, что происходит, а перестала меняться, перестала меняться период, то есть, видите, он не сжимается, не расширяется, синус, синус, период зафиксирован, да, вот, но тут один синус, другой косинус, и они в разные стороны двигаются, вот теперь я включу параметр В, и выключу параметр Ку, теперь, у нас границы не двигаются вперед-назад, а просто как гармошка складываются и растягиваются, вот, то есть, тут меняется параметр, от которого зависит период функции, вот, а если вот оба параметра, то есть, она еще продумала, в каких границах они должны меняться, вот придумала такое интересное действие, чтобы у нее хвост у ее кота двигался, так, есть еще один замечательный кот, сейчас я его найду, это был кот у камина, тут даже не столько, кот, кот-то тоже, вот, ну, ничего себе, котик у него, вот, хвостик синусоидой двигается, посмотрите, как интересно сделан камин, как интересно сделан огонь, сейчас я, тут просто заблокирована область, чтобы мы на картинку попали, вот, масштабирование, видите, я легко, просто мышкой, колесом мышки двигаю, и у меня меняется масштаб, значит, если мы внимательно посмотрим на этот огонь, крупно, то мы видим, что здесь график модуль х, а модуль х, график а модуль х, то есть уголочек, и это а двигается больше, меньше, больше, меньше, и таких графиков, вот этот график модуля, он, и он сдвинут, раз, два, три, четыре, пять, сколько их тут штук, не знаю, не буду считать, вот, ну, больше пяти, вот, значит, то есть это модульные графики, у которых одновременно меняется коэффициент при, ну, при модуле, то есть это растяжение по у, вот, и при этом она взяла разные виды линий, то есть где-то линия пунктирная, где-то точечная, линия пунктирная, линия точечная, то есть она тут еще просто поиграла с формой, с видом линии, можно сплошную линию, вот как у кота хвост, причем разные толщины можно, вот у нее ротик, ну, тут кот такой темненький, дил дубл, черный кот, вот, но мы видим, вот тут рот тоненькой, тоненькой параболой нарешован, а хвост нарешован толстенькой параболой, то есть мы можем еще менять толщину линии, вот, я потом покажу, как. Так, вот такие шикарные, шикарные работы, ну, вот самое, наверное, да, котики заняли третье место, осень, вот это осень замечательное, второе место заняла, есть вот такая милая, но простая работа, вот можно посмотреть, воздушный шар, это у нас девочка Женя делала, вот, видите, то есть все объекты, которые, которые нарисовывают шар, они все завязаны на один параметр, меняется параметр, и все едет вправо-влево, причем, заметьте, что этот шар не сильно вылезает за границей, за границей картинки, то есть, вот, ну, облака, где были, там и есть, да, вот, то есть, человек должен был еще определиться с параметром, то есть, границей параметра, от чего до чего двигаться, вот, то есть, Десмос позволяет еще какие-то коэффициенты численные заменять буквенными в уравнении, ну, не обязательно функции, у нас тут эллипс, не функция, в уравнении прямых, и в уравнении, в уравнениях кривых, да, или областей, и можно этот параметр еще и двигать, вот, причем можно его зациклить, чтобы он двигался самостоятельно, и за счет этого вот такая, ну, очень милая, простенькая, но милая анимация, не получила никакого там призового места, но лично мне картинка нравится, поэтому я вам ее покажу, тоже хорошая работа, это можно даже там, я не знаю, наверное, ну, уравнение окружности можно, в конце концов, не обязательно эллипсы рисовать, да, можно же шар сделать, воздушный шар, чтобы был как шар, вот, то есть уравнение окружности, пожалуйста, и парабол, то есть это можно, ну, какой-нибудь восьмой класс вполне доступно, вот, а вот первое место я вам покажу сейчас, это совершенно удивительная работа, это ее сделал мальчик Валя, информатик, Валентин, вот, он сделал, смотрите, какую виниловую пластинку он сделал, он еще убрал систему координат, здесь можно, вот если мы, сейчас, это я не то двигаю, секундочку, вот, здесь справа вверху есть всякий, всякий функционал полезный, вот, гаечный ключ обозначает полезные, полезные объекты, то есть вот сетка, стрелки на осях, вот можно включить сетку, видите, вот ее стало видно, на систему координат, да, можно выключить, можно оси сделать, чтобы были видны, чтобы были не видны, вот, кроме того, там радианоградусы можно переключать, это вот у нас ключ, дальше у нас есть плюс-минус, а это у нас масштабирование, плюс-минус, видите, тоже очень простое масштабирование, но я могу и колесом мышки, то есть вот я мышку кручу, и вы видите то же самое масштабирование, если мы масштабировали, масштабировали, уехали куда-то и не понимаем, где мы находимся по масштабу, то можно кликнуть на домик, это стандартное окно, ну вот здесь вот у Вали как раз стандартное окно, не очень хорошо, да, вот, давайте мы вернем в какой-то удобный масштаб, ну, в принципе, иногда вот помогать, если ребенок рисовал, рисовал куда-то уехал, сам не понял, куда домик нажимает, вот, я хочу вам показать, как сделана вот эта замечательная анимация, мы же видим, да, пластинка крутится, у нас на глазах пластинка крутится, вот мы открываем папочку с пластинкой, вот, кстати, хочу обратить ваше внимание, он как информатик, человек упорядоченный, он все графики положил в папочке, вот у него крышечка, вот голубая крышка, вот у него сколькими разными прямыми она задана, да, вот, пожалуйста, основание оранжевое, вот сколькими прямыми, теперь, собственно, пластинка, пластинка задана эллипсами, мы тут видим уравнение эллипсов, и тут два параметра, АФ, что это за АФ, а это полуоси эллипса, то есть он просто, у него просто меняются полуоси эллипса, эллипс сжимается и растягивается по оси ординат, по оси абсцисс, вот, при этом у него есть большие закрашенные черным эллипсы области, да, черные области, есть фиолетовые линии, которые дают блики, на пластинке, все очень продумано, вот, и мы видим, ну, это прям замечательная анимация, вот, работа заняла первое место приз зрительских симпатий, то есть без вопросов, все выбрали, и ребята, и преподаватели, и художники, все ахнули, вот, ну и, так, сейчас я еще найду, ага, а еще это смешно, это конкурсная работа, сейчас, не могу не показать, это у нас девочка Стелла, делала такая хорошая, умненькая девочка, по-моему, она информатик, вот, это мы еще проводим, во втором семестре проводим конкурс МАЗ-Десмос-Арт, и они могут еще свои работы там в разных жанрах, в том числе, ну, какая-то компьютерное рисование, в том числе и в Десмосе можно, там можно пиксельную графику, можно там фракталы какие-то рисовать, вот, значит, Стелла мало того же нарисовала этого зайца, который выступает на сцене, она еще написала, что аккордеон надо смотреть в масштабе, вот, я, естественно, попала в жюри конкурса, вот, и мы с другими членами жюри смотрели аккордеон в масштабе, сейчас я вам покажу, мы были потрясены, если этот аккордеон увеличить, вы посмотрите, у нее там клавиши все есть, причем у нее даже черные клавиши на нужных местах, как она сделала меха этого аккордеона, это же с ума можно сойти, и посмотрите, сколько, вот я тут, смотрим, да, вот графики функций, сколько она использовала графиков функций, то есть у нее тут всего, сейчас я дойду до конца, значит, там порядка 70, 69, 69 параметров тут вписано, вот в эту левую таблицу, то есть попросимые ребят, а нарисуйте-ка нам, постройте-ка нам 69 графиков функций преобразованных, они нам скажут, что учительница немножко с ума сошла, что большое задание, мы и дома-то, не то что на уроке, мы и дома-то столько не сделаем, а если есть какая-то творческая идея, ребенок горит, он придумал, и он это пытается реализовать, вот, то он и 70 нарисует, у меня было там 100 с чем-то работ, какой-то пейзаж был сумасшедший совершенно, там 100 с чем-то работ было, вот, и вот я вам покажу, это я в качестве образца, это я сама нарисовала, вот это вот, то, что на заставочке стоит, вот, это как это, ты морячка, я моряк, мы не встретимся никак, вот, я, собственно, на этом примере как раз объясняю, что я примерно хочу от них получить в качестве зачетной картинки, но они выдают всегда что-то более креативное, вот, и тут у меня тоже вот этот весь моряк, то есть и флажок, и лодка-парабола, и сам человечек, они все на один параметр P, на один параметр задействованы, вот, ну сейчас он приплывет куда-нибудь, вот, вот я щелкаю, раз, вот, и он прям приплыл, все, вот, то есть очень интересно, можно делать объемную картинку, то есть сначала с ними можно порисовать просто какие-то неподвижные картинки, а потом, когда мы подходим к понятию параметра, мы можем как раз предложить объемную картинку, вот, при этом у меня море, мы будем считать, что это море, тоже завязано, вот, синус и косинус, вот у меня тут, собственно, две функции, а синус и грек, а косинус и грек, вот, косинус икс, синус икс, извините, у меня тут амплитуда и частота зафиксированы, то есть я выбрала, какую хочу, я тоже задала параметрам, чтобы не мучиться, то есть видите, я могу выбрать частоту, какую хочу, вот у меня ребят, например, некоторые делают вот такую частоту, красят зелененьким, у них получается трава, вот, а кто-то сделал такую вот широкую, широкую, покрасил желтым, получилось пустыня, но только не движется, да, фиксированная, такие барханы получились, вот, то есть, вот у нас параметр, который мы можем менять, от него зависит период, чем больше это число, тем период меньше, потому что период будет, 2пи деленное на это число, да, поэтому чем число больше, тем, значит, более сжатый график получается, вот, я могу менять амплитуду, вот, я могу делать, там, шторм, да, могу шти сделать, о, легкие барашки, вот, могу менять, значит, симметрию, да, симметрию пора было делать относительно горизонтали, вот, так, ну, сейчас я какой-нибудь нормальной волной опять сделаю, вот, пусть будет, ну, вот, а параметры, отвечающие за движение, я оставила включенным, и он у меня меняется, да, то есть я подобрала какие-то границы, вот, причем, если я хочу изменять, вот, то опять же, вот у меня тут есть кнопочка play для этого параметра, и я могу сделать, под этой кнопочкой play есть функции этого параметра, то есть я могу сделать так, чтобы у меня двигалось туда, потом обратно, могу сделать так, чтобы у меня значение параметра двигалось только в одну сторону, просто у меня там синус плюс параметра, а косинус минус параметра, или наоборот, в общем, они все время двигаются, можно сделать так, чтобы один раз подвинулось до конца, и остановилось, вот, то есть мы тут тоже можем выбирать разные варианты изменения этих параметров, так, вот, это, значит, примеры, которые, с помощью которых мы закрепляем обобщение, обобщаем знания наших студентов о графиках, о преобразовании графика функций, такая творческая работа, так, и теперь я хочу показать, ну, вот это я вам все примерно показала, надеюсь, вот, и теперь у меня тут последняя строчка, это последний слайд, и сейчас мы в Десмосе просто что-то построим немножечко, просто бы посмотрели, как это происходит вживую, да, вот, я хочу пояснить полезные ссылки, которые я тут поставила, на последней страничке, то есть вы щелкнув, можете зайти на полезные ссылки, иллюстрирую полезные ссылки, картиночка с параболами, вот у нас тут мы осваиваем параболу у равно ах квадрат, а вот мы уже используем картиночку, да, используем картиночку, и тут у нас как раз мы вовсю используем параболы, то есть у нас радуга параболы, рыбки параболы, и, кстати, здесь прям вот вот эта вот запись, как задать новый цвет, то есть я, чтобы у вас перед глазами был прием, как вводить новый цвет, да, то есть какая-то буква равно rgb латинскими буквами и цветовая, ну, координаты цвета в палитре rgb вот, и, собственно, рядом с картиночкой самая последняя ссылка это таблица цветовых кодов формата rgb, сейчас я попробую на нее нажать, вот мы видим, значит, цветовая таблица кодов rgb, чтобы вы понимали просто откуда это берется, вот у нас есть какой-то цвет и rgb, это, ну, красный, зеленый и синий, да, числа, соответствующие этим, собственно, цветам, вот, тут мы можем, по-моему, тут мы можем просто кликнуть на цвет, вот, видите, выбираем, это безопасные цвета, основные, которые везде одинаково показывают на любом компьютере, вот, таблица безопасных цветов, вот я хочу, допустим, такое сделать что-то, небо голубое, да, вот, и вот я выбрала цвет, и у меня, вот эти три числа, которые я через запятую пишу, сверху вниз, а мы через запятую пишем, вот, или тут ниже есть, вот, видите, прям уже готовые разные цвета, вот они, и последняя строчка, это как раз тоже, тоже координаты этого цвета, вот, пожалуйста, палитра там красных, теплых цветов, да, палитры зеленых, палитры холодных, там, голубых, фиолетовых, розовые, бледные какие-то, серые, в общем, вы видите, тут вот достаточно большая палитра, хватит на любую картиночку, и в последнем столбе, как раз, числа, которая соответствует этому цвету в формате РЖБ, вот, это у нас, значит, вот по последней ссылочке у вас будет открываться эта табличка, если вы захотите там выбрать какие-то цвета, вот, и просто вписать эти координаты, теперь сверху начнем, очень интересная лекция Людмилы Рождественской в Ютубе, Людмила Рождественская, это человек, который много лет занимается Десмосом, я у нее тоже училась, на каких-то курсах, она работает в Таллине, в русскоязычной школе, школе там 100 лет, вот, недавно отмечали, у них был большой-большой 100-летний юбилей этой итальянской школы русскоязычной, и у них там ребята очень много всего делают интересного в Десмосе, вот, она приходила, подключалась к нашему институту и проводила вебинар у нас, вот, это я с вами делюсь ссылочкой, у нее там вообще стратегия про особенности преподавания математики с опорой на всякие разные новые технологии, и если я вам показывала сейчас только какой-то конкретный вид работы, да, про преобразование графиков, про обобщение, систематизацию навыка преобразования графика функций с помощью платформы Десмос, то у нее там какие-то, ну, такие общие стратегии интересные, вот, то есть, если вам интересно это направление, то я вам очень рекомендую, это наиболее такой продвинутый человек в области предменения компьютерных технологий вообще, и Десмоса в частности. А как в Десмосе можно озвучивать графики, и как можно даже музыку в Десмосе писать, ну, простенькие, простенькие такие делать, мелодии, да, набирать, ну, можно где-нибудь на математическом кружке в это поиграться. Я сейчас попробую показать, как озвучивается график в Десмосе, но поподробнее, вот здесь вот очень интересный видеоролик в Ютубе про то, что у нас может быть не только цвет графика, да, но может быть еще и звук, который показывает поведение графика, то есть, ну, вот монотонность, например, можно еще не только увидеть, но еще и ухом услышать. Там нижние, верхние звуки. вот, теперь не про Десмос. Ой, значит, это такой учитель математики Сгибнев, который занимается геометрией. У него есть интересные книжки, которые называются «Задачи на подвижных чертежах». Он занимается геогеброй, и у него очень интересная задача на подвижных чертежах, когда в геогебре делается чертеж, который можно там, ну, я не знаю, треугольник, в него вписана окружность, описана окружность, проведены какие-то там висектрисы, медианы, да, и эта картинка, мы ее как-то двигаем, мы там смотрим след точки, которая у нас там что-то куда-то двигается, и мы смотрим, допустим, след какой-то точки при этом движении, и, то есть, такая исследовательская геометрическая работа, очень интересные вещи, у меня вот ребята разбирали в рамках курсовой работы, вот, значит, если кому интересно про геометрию, то вот обязательно посмотрите этот ролик, и можно поискать вообще все, что есть, все, что этот человек рассказывает на ютубе, и все, что есть вообще в интернете, я все, что нахожу, я себе скачиваю, вот, потому что, ну, очень интересные методики, и, ой, это я пытаюсь сдвинуться, а двигаться-то уже не надо, просто, вот, еще две ссылочки, это, ну, такой, один канал, это мой ютубовский канал, а второе, это наш с ребятами, со студентами между собой, это не серьезные прям каналы-каналы, это такая, знаете, ну, в общем, наша местная песочница, но, может быть, вам там что-то будет интересно, то есть, вот, у меня можно посмотреть плейлисты, там еще какие-то наши рисуночки в Десмосе, там, что-то, какие-то интересные заметочки я про Десмос писала, потом за страницами учебника математики, это я себе сохраняю что-то интересное, там, по истории математики, то, что можно к уроку, вот, то есть, не мои ролики, но ролики, которые могут быть интересны учителю математики, вот, и мультиматика, это мы рисовали во флэше мультике, и это всякие задачи, вот, ну, задачи, которые мы разыгрывали, как сюжеты, то есть, это вот то, что у нас называется математическое, формирование математической грамотности, да, то есть, такая игра в задачу, задачи через диалог, вот, вот мультиматика, в общем, это какая-то анимация применительная к математике, мы еще, когда в дистанции были, нас попросили сделать анимационные ролики для детей четвертого класса, ну, это можно и пятому классу показывать, ну, там, что такое ломанное, что такое уравнение, в общем, какие-то такие штуки, на базовые математические понятия, а вдруг вам тоже понравится, то есть, это прям, не знаю, пять минут урока, последние пять минут урока, ребятам на сладкое включить видосик, пусть посмотрят и чему-нибудь, может быть, научиться, или задачку какую-то разобрать, вот, в общем, это вот мой канал, ну, такой вот, прям, домашний, домашний, вот, а на Рутубе это канал, на который я выкладываю работы, всякие зачетные работы моих студентов, чтобы они могли тоже обмениваться, и чтобы наши выпускники, они знают про этот канал, они тоже иногда оттуда ролики показывают у себя на уроке, вот, там какая-то есть минутка, да, или в середине урока, или в конце урока, может быть, это какой-то мотивирующий на что-то ролик, значит, здесь у нас есть ролики по текстовым задачам, какой-то разбор с визуализацией текстовых задач, разные подходы, и еще у меня есть электив по занимательной математике, то есть применение математики в искусстве, применение математики в биологии, какие-то азы истории математики, там, про нумерацию, вот, и ребята должны сделать пятиминутный такой ролик, как правило, озвученная презентация, например, про, ну, я не знаю, про нумерацию индейцев майя, вот, или про нумерацию древних вавилонян, или про золотое сечение в архитектуре, или про золотое сечение в кинематографе, вот у меня кто-то делал, вот, или, например, связь симметрии и эволюции в биологии, вот такие интересные штуки, это буквально пятиминутные ролики, может быть, для математического кружка кому-то будет интересно, может быть, что-то вот на уроке, может быть, какая-то неделя математики и что-нибудь такое, то есть, такое посещение древнего Египта или древнего Вавилона, посмотрели и сами потом какие-то числа пописали, вот, расшифровали какую-нибудь численную запись, да, посмотрели ролик и расшифровали по итогам численную запись какую-то, вот, значит, это, ну, там они, конечно, не безогрешности, потому что это студенческие работы, понятно, что, ну, мы сюда выкладываем наиболее то, что не очень приличное, мы никому не показываем, ставим тройки и никому не показываем, вот, а здесь могут быть какие-то, ну, в общем, посмотрите, вдруг кому-то интересно, то есть, не ждите тут чего-то, ах, вот, ах, это рождественское, ах, это сгибнев, это вот прям, это корифеи такие, вот, я сама их слушаю, открывшую рот, вот, а это, ну, в общем, наш междусобочек. Так, и теперь я хотела прям, ну, немножко у меня времени есть, я хотела просто Desmos открыть и показать какие-то базовые функции, что и как там делается. Так, вот, это у меня страничка Desmos, сейчас я прям открою, окошко опять не моходит, так, вот, значит, если вы заходите в Desmos по, значит, по ссылочке, или вы заходите в Desmos, значит, или вы просто, ну, сами нашли Desmos в интернете, да, и зашли, то вот, вот, онлайн, онлайн среда Desmos выглядит вот так, начальная, вот, начальная картиночка, значит, что тут самое главное? Тут в самом левый нижний угол у нас есть клавиатура, она свернута, и когда мы что-то делаем там с графиками, она снова сворачивается, чтобы не мешать нам исследовать графики. Значит, левый нижний угол мы раз щелкаем и открываем клавиатуру, и все, что нам надо, мы набираем из этой клавиатуры. Вот, теперь где мы набираем? Мы набираем у нас, теперь это было слева внизу, слева вверху у нас есть знак плюсик. Вот, знак плюсик, мы нажимаем, и что, вот эти клавиатуры опять убралось, чтобы не мешаться. Мы можем задать выражение f от x. Это уравнение, неравенство, все что угодно. А мы можем написать заметку в кавычках. Заметка это то, на что не будет реагировать наш компьютер. Например, вот я выбрала заметку и пишу проба. Вот, то есть он никак не отреагирует на это, ничего не будет рисовать, это для меня какая-то заметочка, так можно или файл назвать, или мы можем какие-то задания, вот если мы ребятам делаем заготовку, я обычно в этих заметках пишу дострой, закрась, что-то еще, какой-то дострой, дострой, не знаю, четным образом график функции, если известно, что функция четная, или если известно, что функция нечетная, половинку графика достроить. Вот, если какое-то задание, какие-то слова написать, чтобы компьютер не реагировал, это называется заметка. Дальше, дальше, собственно, ну вот, вот функции, давайте, функции, функцию, значит, вот я хочу какую-нибудь функцию, у меня, я беру у равно, ну, я могу там, не знаю, корень из х, пожалуйста, вот, корень из х, это я все набрала с клавиатуры, я могу, допустим, вот тут есть число пи, я могу взять, видите, пи корней из х, вот он у меня поехал, пи корней из х, минус, а вот я хочу ввести параметр, в нашей клавиатуре есть еще кнопочка слева внизу, кнопочка А, 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 это выход на параметры, то есть, если я вместо численных хочу буквенный параметр, то это сюда, кроме буквенных, значит, кроме букв, я могу тут еще отсюда брать фигурные скобки, тут есть еще процент, факториал, еще всякое разное, нижний индекс, кстати, тут есть, вот если там С с нижним индексом, пожалуйста, это тут нижний индекс берем, вот, то есть, нижний индекс, фигурные скобки и буквенные параметры, это как бы вторая часть клавиатуры, которая переключается кнопкой А, Б, С, и я беру параметр А, вот, я вместо числа написала букву А, ну, не написала, взяла с клавиатурой, меня спрашивает Десмос, добавить ползунок для буквы А, я говорю, пожалуйста, нажимаю, все, у меня есть ползунок, теперь я, видите, я тут самую могу двигать наш график, куда хочу, я могу его заставить двигаться просто кнопочкой Play, вот он у меня будет мотаться туда-сюда, вот, вы видите, что все это прямо вот делать нечего, а теперь, допустим, я не хочу, чтобы у меня этот график уходил в бесконечность, я хочу, чтобы у меня этот график был не выше 6, вот у меня тут граница 6, чтобы у меня график удобно было видеть, ну или мало ли по каким причинам, вот хочу, чтобы было не выше Y, чтобы не превышал 6, он у меня и так не может быть меньше нуля, поэтому, ну, то есть будет от нуля до 6, то есть мне нижнюю границу не надо, мне надо только верхнюю границу. Я возвращаюсь к основной клавиатуре, это вот, значит, у меня было ABC, да, а теперь эта кнопочка называется 1, 2, 3, нажимаю на кнопочку 1, 2, 3, возвращаюсь к основной, а, зря я возвращаюсь, потому что мне в ABC еще надо, что, фигурные скобки мне нужны, да, я беру отсюда фигурную скобочку, а вот теперь я возвращаюсь и пишу ограничение Y должен быть меньше 6, вот видите, он у меня уже меньше 6, вот, ну и закрываю, вот, все, я получила, я получила вот кусок графика, у меня теперь будет двигаться вот этот кусок графика, а теперь, допустим, я хочу не уравнение, я хочу неравенство, я хочу область закрасить под нашим корнем, вот, и я напишу Y, знак равно, заменю на знак меньше, вот, видите, что получается, вот, ну, я могу опять же вот эту область там как-то ограничить и по X, и по Y еще, да, вот, верну уравнение, так, это у нас, это у нас кусочный график функции, я могу закрасить, допустим, написать функцию так, чтобы у меня закрасилась область между двумя Y, между двумя функциями, я опять щелкну, выберу F от X выражение, и теперь я, допустим, напишу, что у меня Y будет вот P меньше либо равно Y, ну, я черный потом исправлю, на что-то более позитивное, а здесь напишу, допустим, P, я хочу на синус, а синус, смотрите, у меня тут есть кнопочка функции, я нажимаю кнопочку функции, и тут есть синус, косинус, тангенс, катангенс, дальше есть обратные тригонометрические, даже секенс, косекенс есть, если нужен, и тут, если пониже спуститься, то вот есть логарифм натуральный десятичный по произвольному основанию, и есть экспонент, а, и вот есть производную можно построить, ну, в общем, тут есть куда смотреть, но я возьму синус, а синус, а, только мне надо, так, и скобочку закрываю, так, и почему он мне не построил, Y от P, так, еще строго, от P, на синус, я должен был построить, так, плюс, а, вот, просто не видно график было, это я балда, то есть график был, но он не был виден, вот, я нехорошее неравенство задала, вот, и теперь смотрите, теперь, значит, что мы можем сделать, вот, то есть мы закрашены область от синуса до P, до Y, от Y равно P синус X плюс 2 до Y равно P, вот эти области закрашены, вот, я могу уравнение линии задать, но тут у меня было неравенство строгое, поэтому он мне пунктирчиком нарисовал, а вот если мы вернемся к нашей, к нашему корню, да, если я наступлю на цветной круг и немножко подожду, то у меня откроются цвета стандартные, то есть я вот могу выбрать цвет, допустим, да, и я могу выбрать толщину линии, допустим, вот видите, то есть легко тут меняется толщина линии, я могу выбрать вид линии, вот, пожалуйста, пунктиром или точечный график, или сплошная непрерывная линия, вот, значит, это вот у нас, это вот у нас, значит, то есть таким образом можно задать график уравнения, график неравенства, причем мы можем перемещать, вот вы видите, по, то есть я могу повыше поставить один график, выше другого, один ниже другого, тогда графики будут просто перекрывать друг дружку, ну, если они там где-то пересекаются, а дальше что еще, там, где плюсик, там, где плюсик, мы еще можем взять таблицу, и в таблице мы можем задавать координаты точек, вот у меня, допустим, точка 1, 1, 2, 2, точка 3, 3, тоже, видите, ничего особенного, беру таблицу, ввожу координаты точек, все строится, то есть никаких тут интегралов-то нет, все просто, для этих точек у нас есть, во-первых, точка может быть закрашенная, проколотая крестиком, что бывает удобно, когда у нас какие-то хитрые там графики с какими-нибудь точками разрывов, во-вторых, мы можем ввести функцию, включить функцию, тащить, это я опять на цветный кружочек наступила, чуть-чуть, но длинный клик, мышка это называется, да, и у меня открылось вот это вот меню, значит, у точек есть замечательный функционал, называется тащить, я могу эти точки переместить теперь куда хочу, видите, вот, это функция тащить, а эту сюда посадим, на вершину, и у меня координаты точек меняются, то есть, если мне надо посмотреть координату, я могу просто взять точку, подвести и посмотреть, какая координата получилась, ну, как вариант, да, а теперь я убираю слово тащить, и тут есть еще слово линии, если я включу слово линии, то у меня эти точки соединятся отрезками в том порядке, в котором я их строила, вот, видите, то есть, можно ломаную строить для каких-то полезных целей, вот, но надо понимать, что соединятся в том порядке, в котором рисовали, так, вот, это, это, что касается точек, то есть, вот, таким образом, значит, мы можем уравнение неравенства записать, заметку, это мы для себя словами что-то пишем, не для компьютера, таблицу, в которую мы вносим координаты точек, еще есть слово папка, вот, допустим, папка, и я эту папку назову корень, и вот, теперь я в эту папку хочу положить уравнение графика корня, я должна просто подвести эту, сейчас, тут, в общем, надо просто попасть, так, и у меня вот папка попала, попала в этот самый корень, вот, теперь я закрыла папку, у меня не видно формулу, открыла папку, у меня видно формулу, это бывает удобно, если вы хотите спрятать от ребят уравнение, чтобы они сами сообразили, какое уравнение кривой тут получается, вот, удобно тогда по папкам раскидать, вот, что еще, а, я еще вам обещала озвучку, значит, если мы выбрали какой-то график, вот, я выбрала этот график, то рядом с буковками А, В, С, есть значок звука, вот, я сейчас нажму этот звук, и я надеюсь, что вы услышите, значит, это будет озвучен график корня, то есть, значит, звук должен снизу вверх пойти, да, вот, прослушать график это называется, было ли что-нибудь слышно, нет, не было слышно, тут могут быть отключены звуки экрана, вот, но это вы можете, это вы можете потом сами в это поиграться, вот, то есть, ну, нажать на этот назначок, и прослушать график, а вот, сейчас, в какой-то момент было слышно, а потом опять не слышно, вот сейчас, да, вот, тут, видимо, пока я говорю, он другой звук не дает, вот, это может эти вебинарские вот программы, они иногда не дают совместно, Яндекс. Телемост, вот я там рассказывала что-то на Яндекс. Телемост, там можно одновременно и говорить звук, редкая возможность, вот, то есть, можно посмотреть, очень смешно, если синус, допустим, включить, и дать маленький период, вот, очень симпатичные звуки, то есть, вот, когда мы проходим гармонические колебания, их как раз можно поозвучивать и такой, ну, тут и игровой момент, и такая важная, важные наблюдения тоже какие-то, могут быть и амплитуду, посмотреть, и частоту колебаний, как раз связать со звуком, вот, бывает, полезное совместить, полезное с приятным. Так, ну, вот, это, собственно, что я вам хотела показать, то есть, да, и то, что в правом верхнем углу у нас инструменты, это я вам уже рассказывала, вот, и вот в этом месте у вас будет, значит, зарегистрироваться или там как-то, в общем, будет, будет какое-то слово авторизироваться, вот, причем вы можете авторизироваться на Десмосе непосредственно, а можете войти через, например, Google аккаунт, вот, я, чтобы специально не придумывать, я, например, захожу в Десмос через Google аккаунт, вот, и он меня опознает. Так, это то, что я вам хотела показать, сейчас я найду теперь, да, вот это, вот, сейчас я, наверное, перестану перестану делиться с вами экраном, так, остановить, вот, так, и, так, я напоминаю, что в разделе файлы лежит моя презентация со всеми ссылками, и в разделе файлы лежит такой совсем-совсем простенький, ну, совсем простенькое описание Десмоса, то есть на начальном этапе, как функцию, как точки загрузить, вот такие вещи, вот, так, вот, я рада, что вам работы понравились, я с удовольствием занимаюсь этим, и ребятам вот очень нравится, они, вот сейчас во второй семестр первый курс перешел, они меня спрашивают, а у нас еще лабораторные в Десмосе будут, а у нас там производные, интегралы, вот сейчас думаю, может быть, как-то приспособить интегралы, там, ну, площадь можно, да, построить в Десмосе тоже, вот, да, ресурс очень хороший, но главное, вы видели, очень простой, то есть не надо, геогебру приходится осваивать, это очень шикарный инструмент, он очень в геометрии прям суперский, но он сложный, на него нужно время, наш, вот этот вот, как его, математический конструктор, там какой-то функционал бесплатный, а какой-то платный, вот, то есть там, там есть интересные бесплатные шаблоны, то есть вот прям на уроке можно в математический конструктор в этот зайти, и там прям готовая парабола, параметры меняем, можно что-то посмотреть, там сразу координаты вершины параболы, координаты точки пересечения с осями появляются, то есть вот с готовым шаблоном, там с параболой, с каким-нибудь синусом, вот там можно бесплатно поработать тоже через интернет, поэтому вы гляньте, математический конструктор 1С, может быть, какие-то бесплатные функции тоже пригодятся, вот, но там очень много платного, и там опять тоже его надо осваивать, вот, а хорошие, чтобы функции использовать, это школа должна закупить, на все компьютеры поставить, еще надо с учителем информатики договориться, чтобы он пустил в компьютерный класс, да, вот, а Десмос, все, если есть выход в интернет из кабинета математики, открыли, порисовали, если, если у детишек стоит на телефончиках этот Десмос, они вам на телефончике построили график и так показали, вот мы построили, вот такое, в общем, то есть это, это можно уж буквально на коленке с Десмосом работать, и я не знаю, там, и седьмые классы у нас легко осваивают, пять минут показали главные функции, и все работает, вот, есть ли у вас ко мне какие-то вопросы? Ну, во-первых, мы обычно после доклада докладчика благодарим за доклад, вот, теперь я предлагаю коллегам, которые могут выйти в эфир и включить камеры для дискуссии, но у нас уже совсем мало на дискуссии осталось времени, но было настолько интересно, что прерывать вас было как-то жалко. Да, я как увлеклась, как птицы говорят. Хорошо, я вот пыталась, пока вы делали доклад, вспоминать, кто же у нас, у нас есть несколько человек, но их очень мало, которые работают с Десмосом, но я же говорю, очень мало, хотя действительно очень такая прямо вот завлекательно интересная программка, и вроде бы очень просто, действительно. Ну вот вы сказали, что у вас есть на вашем ресурсе где-то визуализация текстовых задач. А где именно? Да, в Рутубе, в Рутубе. Это вот ссылочка там, где написано Рутуб, ультиматика. имеется в виду, что там прямо как бы сюжет нарисован по задаче? Там, да, там есть задачи, где сначала мы, допустим, визуализируем как-то условия, ну там кто-то куда-то едет, плывет, это прям вот, вот, это один такой вариант, и дальше решение задачи тоже есть, там всегда есть решение задачи, то есть можно просто на паузы нажимать, смотреть видео и нажимать на паузы и обсуждать в этих паузах с ребятами, а что дальше. Вот, а есть такая, такая задача, такой тип разбора задач в режиме диалога. Например, из пизы задача про пиццу, там у нас есть девочка и пёс Боб, который умнее этой девочки, вот, и там, значит, обсуждается, девочка с этим Бобом обсуждает, какую купить пиццу, большую или маленькую. То есть это мультик, на самом деле, В зависимости от цены. Нет, это презентация, но там в презентации появляются, вот, ну, как вот человек говорит, да, такое, то есть комикс, комикс, это как комикс, и там по слайдовой идёт вот такой диалог девочки с этим самым Бобом, и мы можем в какой-то момент делать стоп-кадр и спрашивать у ребят, а вы как считаете, кто прав, а почему, а давайте посмотрим дальше. То есть у нас получается, что мы решаем задачу в процессе диалога, и заранее непонятно, кто прав, то есть можно принять сторону этой девочки, можно принять сторону Боба. ещё в таком виде у нас сделан сюжет про выбор очков, это просто по реальной, по реальной задаче. Значит, была дурацкая совершенно реклама, там, по-моему, оправа, была по оправе скидка на 80%, а по линзам на 20%, и дальше был вывод, что стопроцентная скидка на очки. Вот. И там тоже, в общем, девочка и мальчик, кто-то из них говорит, о, смотри, пошли, значит, сейчас практически бесплатно, а второй говорит, да ты что, это просто такой дурацкий маркетинговый ход, и вот они покупают девочке очки, покупают мальчик очки, покупают, и, ну, можно в любой момент, опять же, остановить, посчитать там, они составляют таблицу, и там есть просьба, что ребята, помогите, значит, заполнить таблицу, вот мы с ребятами заполняем таблицу, потом щелкаем дальше, смотрим видео, ну, опять этот вот комикс, да, вот, и, значит, сравниваем, что мы посчитали, что там ребята посчитали, ну, и выясняем, насколько там реально скидка получается, вот, там даже меньше 50%, естественно, эта скидка получается, тоже такой, причем это вот прям реальная контора, и мы с их сайта взяли реальные суммы, только мы округлили, там, не 2999, да, сразу там 3000, то есть это готовые учебные пособия, которыми могут пользоваться учителя, правильно? Открыть? Да, да, просто предварительно посмотреть, конечно, да, да, и прям, прям вот в урок включить, потому что опять из интернета, в Рутубе открываем ролик и работаем с этим роликом, предполагается, что там всегда есть возможность поставить на паузу в какой-то момент, а вот вы доклад делали, я открыла вашу презентацию, которая лежит вот в этих файлах, и обнаружила, что все ссылки, она в PDF, но все ссылки, они кликабельные, и ты выходишь сразу туда, куда нужно, это я учителям говорю, по той части, которая есть, это очень удобно, большое спасибо вам за это, очень интересная работа, действительно, она, как-то сказать, творческая работа, она заставляет учащихся или студентов, в зависимости от того, с кем вы работаете, как-то применить математику вот в обычной жизни, именно вот в творчестве, то есть это же все действительно очень интересно с точки зрения просто искусства, да, как вы говорите, а еще вопрос такой, вы говорите, вы говорите, что у вас есть конкурс, да, по ДЭСу, это наш, наш институт, внутри институтский конкурс, он у нас вообще по компьютерной графике, это наша администрация, вот институт, института цифрового образования, для студентов, вот они делают такой большой конкурс, там и студенты, там и школьники, кстати, могут участвовать, и можно даже присылать свои работы к нам на конкурс, и это я, если вам интересно, то я Елене Львовне просто передам ссылку, когда у нас будет вот этот компьютерный арт, там разные-разные формы, там обычно проводят мастер-классы, про что-то, про что можно как делать, вот, вот, да, 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 то есть ребята просто присылают свои работы, и потом большой жюри, там разные люди, вот, смотрят, ну, и потом там я думаю, что это интересно, я думаю, что может быть, наш учителя даже кто-то заинтересуется и сделает с детками, потому что в любом случае, когда есть какой-то конкурс на этот ресурс, то почему бы и не принять участие? Да, да, вот, там не только Десмос, но вот если, допустим, чуть-чуть с ребятами в Десмосе поработать, то они могут потом и конкурсное задание спокойно сделать, вот, мы будем рады, мы все время всех приглашаем к нам на конкурс, то есть у нас и студенты, и школьники участвуют. Спасибо, спасибо большое за доклад, очень интересно, вы нас всех заставили задуматься о том, что надо заниматься этим, это хорошее дело. Вот, я рада, да, как в песенке поется, учиться надо весело, чтобы хорошо учиться, в наши непростые времена надо вносить позитив, арт-терапия это большое дело, вот, то есть мы математику изучаем немножко играя, а дело-то серьезное, да, дальше они эти графики лихо очень используют в уравнениях и равенствах. Елена Львовна, что-то вы хотите сказать? Микрофон выключен. Елена Львовна, микрофон выключите. Я вроде нажала, видимо не нажала. Видимо не нажала. А все, вот теперь хочешь? Ну вот Ольга Васильевна как раз в конце затронула, но она и по ходу разговора периодически об этом говорила, что очень важно не просто использовать компьютерную среду, вот ради компьютерной среды, ради того, чтобы использовать. Конечно, интерес и эстетическое такое, да, наслаждение, которое учащиеся получают, оно хорошо для повышения мотивации, для того, чтобы заинтересовать учащихся к серьезным занятиям. Но вот совершенно верно заметила Ольга Васильевна, когда через вот эту игру изучаются, игру в кавычках, достаточно серьезное математическое содержание, а собственно говоря, все призвано не для того, чтобы мы игрались с компьютером, а для того, чтобы мы лучше узнали предмет. Вот это вот существенно. И когда мы хорошо владеем какой-то компьютерной программой, я вот сама больше люблю Геогебру, как-то я ее раньше узнала и быстрее ее изучила, чем Десмос. Но когда готовлю какие-то материалы с использованием Геогебры, всегда задаю вопрос, а зачем я это буду использовать на уроке? То есть когда мы решаем вопрос, использовать или нет, надо ответить на вопрос, для чего? То есть дидактическая цель использования объектов данных. И вот это очень важная, серьезная составляющая, как мы свойства через это проносим, как формируется навык. Естественно, компьютерная среда никогда не заменит построение ручкой-линейкой. Но возможности широкие динамической компьютерной среды, они, невозможно их заменить и воспроизвести ручкой на бумаге. И вот каждое из этих возможностей нужно использовать. Вот Ольга Васильевна сейчас очень хорошо это показала. Ну и здесь еще важно, что это, в общем-то, используется уже тогда, насколько я понимаю, когда сами эти функции, имеется в виду основные, да, преобразования графиков, когда они уже изучены. Да, 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 мы сначала руками, руками обязательно. Потому что от рук не к мозгу идет. Допустим, тогда уже более такие серьезные возможности. Процесс должен быть параллельным. Одно другое не заменяет, а дополняет. Да. Спасибо большое. Если у коллег есть вопросы, но в основном отклики были позитивные, именно... Народ просто в восторге от классального труда, который проведем. Ну, я рада, что наши картиночки затронули ваше сердце. Я надеюсь, что вы к нам подключитесь и тоже будете... Конкурс ваш раскручивать. И на конкурс звать тех, кто это посмотрел. Потому что сейчас, как бы там ни было, очень важно, когда у школьники, именно для учителя важно, когда ребята получают какие-то результаты. Пусть эти результаты не являются открытиями в области математики, но это явное применение графики, которая основана на математических вот именно закономерностях. Поэтому надеюсь, что наши... Проектная, проектная деятельность. будет хорошо. Спасибо большое. Я тогда Елене Львовне передам, когда у нас будет этот конкурс. Я ее попрошу, чтобы она... Спасибо. Спасибо большое. Так, коллеги, еще есть какие-то вопросы? Кто-то хочет еще что-то задать докладчику? Так. Ну, поскольку вопросов нет, тогда я предлагаю на этой замечательной ноте сначала сфотографироваться. Ира, пожалуйста, по команду нам. Просьба открыть окошки буквально на несколько минут для общего фото, из которого мы потом сделаем большую фотографию нашего сегодняшнего семинара. Вот. Ну, я надеюсь, что вы к нам уйти еще. Вот Владимир Николаевич вышел на связь. Это Новосибирск, Новосибирский государственный университет. Это я, Ольга Васильевна. Вот еще для коллег разместила в чате наш телеграм-канал. Присоединяйтесь, чтобы не пропускать актуальную информацию, в том числе о конкурсах и других мероприятиях. Замечательный канал. Я подписана на него. Некоторые наши коллеги тоже. Так что очень много интересного материала на нем бывает. И в частности, и наши семинары, по-моему, тоже. Да, мы тоже публикуем информацию и записи. Я думаю, что материалы сегодняшнего семинара, когда будут готовы, мы обязательно опубликуем их. И во многих источниках дублируем информацию. Учителя народ загруженный. Да. И поэтому мне кажется, что кому чем удобнее, тот тем пользуется. Кто-то на авторский сайт заходит, кто-то в телеграм-канале. Поэтому мы везде дублируем, чтобы было людям удобно воспользоваться информацией. Ну вот, у нас Светлана Николаевна Дербитова открыла окошко. Она работник учреждения СПО. Это Моздок, небольшой городок в Северной Осетии. А Владимир Николаевич, он доцент Новосибирского государственного университета. Наш коллега, один из основных лекторов нашего лектория в рамках педмарафона. Так что здесь все такие, может быть, не так людей много, но зато тех, кому точно это интересно. Вот Любовь Петровна Охват вам написала. Это учитель, она сейчас не, она есть, но без визуализации она работает в Суворовском училище. Тоже у нас есть такое училище в Владикавказе. Вот. Есть Фатима Казбековна Гусалова, она работает в Беслане. вот в Северной Осетии. Ингира Кусова, ну, пока не очень понимаю, откуда, но точно это тоже Северная Осетия. Так что есть и Северная Осетия, и за ее пределами. Вот, Лилия, очень спасибо, что пришли. Лилия Томачинская, Светлана Манаенко, очень активно она вам писала, Светлана Широкова. Надеюсь, что сегодняшний семинар был полезен всем, каждому со своей точки зрения. Ира, пожалуйста, командуй. Добрый вечер, Вера Сергеевна, сегодня я вас пощелкаю. Не при нас, ну давайте. Да, ну вроде пока больше никто не открыл окошки, все, давайте на счет три. Раз, два, три. Есть, спасибо. вторую тоже страничку сделали? А там никого, если люди есть, но без. Любовь Петровна есть. Да, Фатима Казбековна, я вижу, Любовь Петровна из тех, кто. Коллеги, видимо, еще у нас всегда есть общее фото, мы делаем для того, чтобы потом сохранить и понять, какой у нас калейдоскоп. Владимир Николаевич, что-нибудь хотите сказать? Я не могу вам не дать слова. Я знаю ваше отношение, но вас не слышно, просто. Микрофон. Микрофон, включите, пожалуйста. Я с огромным интересом прослушал, я уже зарегистрировался там и посмотрел и попробовал на соседнем компьютере. У меня два компьютера стоит. В общем, ну, очень интересно, действительно, очень интересно и я не сомневаюсь, что это очень эффективно. Очень насыщенный, очень содержательный доклад. В общем, и от меня, я думаю, от всех большая благодарность докладчику, докладчице. это видно, что человек профессионально, высоко профессионально к этому относится. Так что, ну, тем более, это моя коллега, я тоже преподаю математический анализ. Ну, правда, наверное, побольше, чем вы это делаете, я преподаю уже 55-й год. Мы вас догоним. Вот так что. Мы вас будем догонять. 54 года уже минуло, как я преподаю матанализ. Мехмат. Попробуй, попробуйте. Нет, нет, это я боюсь, что может не удастся. В Новосибирском университете на Мехмате. Вот, если интересно, у меня полный курс практики по матанализу выложен на моей странице в Ютьюбе, 164 видеозаписи, полный курс от начала до конца. И я вижу, что на самом деле вот видеозаписи для школьников и учителей смотрят мало, так скажем, немного. А вот матанализ пользуется иногда очень большим спросом. Некоторые файлы, там буквально огромное количество просмотров, ну, в разумных пределах, разумеется. Один файл было просмотров 700 больше, 700 штук, 700 просмотров, 700 просмотров за месяц. В общем, это такие. Так что, приходите на мою страницу, приглашаю, пожалуйста, как говорила мудрая сова, без возмезд, но, то есть, даром. Вот, я думаю, что и для студентов это может быть полезно, там, с самого начала и до самого конца. Ну, вот, я подчеркиваю, 164 беседы, это отражение моего опыта. Это я просто так, поскольку вы коллега, значит, я делюсь с вами вот этой информацией, я никого не призываю, так сказать, но просто в порядке информации. Ну, Вера Сергеевна, бывает, пишет адрес моей страницы, я тоже мог бы написать, у меня клавиатура далеко. Вера Сергеевна может переслать на почту мне, я отправлю Ольге Васильевне. Вот здесь я сейчас напишу, Вера Сергеевна сейчас напишет, она вот, а сейчас в чай. Вот. Да я вот сейчас просто в ютубе, если вы зайдете и забьете вот так, то вы точно выйдете на канал, а почту сейчас я напишу, чтобы просто время не тратить. Нет, ну, можно мне на почту написать, я напишу адрес канала, так что я быстро отвечаю достаточно. на личную почту. На Gmail, Владимир Николаевич. На Gmail, да, да, который, да. Так, ну вот я написала vndiat.com нажимаю vndiat.com хорошо, хорошо, хорошо. Ну вот наша очередная пятница, она состоялась, всем, всем принимающим участие, как участникам, естественно, как докладчику, большое спасибо, надеюсь, что вам у нас понравилось во Владикавказе, но хочется, чтобы и очно это состоялось, и мы над этим пока работаем усиленно, получилось очно. Спасибо, будем рады вас видеть. Спасибо большое. Кстати говоря, у нас 23-го это перерыв, 23-го перерыв, но я готов пригласить вас 29-го на мой доклад в Московском университете, у Боровских, да. Хорошо, давайте делаем. Он убедил меня все-таки вчера, что надо выступить, и я согласился, на 29-е назначено о трехчастности, о трехчастной структуре учебных материалов. Я буду рассказывать вот о моих вот этих идеях, о пособии, примеры будут из матанализа, но я мог бы привести очень много примеров и из школьных учебников буквально, но скорее всего я ограничусь матанализом, там время небольшое, поэтому приглашаю вот на семинар Боровских в Московском университете 29-го февраля в четверг в 16.45, по-моему. Ольга Васильевна, у вас же, по-моему, почта, я не знаю, есть почта, нет? Ну, или... А, я сейчас свою, свою, да, такую, можно или не пересылать, если что. Да, пусть будет ваше тоже почта, девочки вам туда пришлют. Как только Алексей Владиславич как только пришлют информационку, мы вам отправим. Так, вот, я только не написала, но это вот моя ОВИ. Хорошо, Мария, пожалуйста, сохраните почту, Ольге Васильевне, тоже ее положите туда. Хорошо, если. Если какие-то вопросы по Десмосу будут, кто-то начнет. Спасибо всем за внимание, Ольга Васильевна. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо, спасибо. Может быть, воспользуюсь даже. Спасибо. Спасибо. Да. До свидания. Всего хорошего, до новых встреч. До свидания. До свидания всем. До свидания, всего хорошего. До свидания. До свидания. до новых встреч. Продолжение следует...